Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости о прямых поставках газа в Украину и транзита через её территорию возможны только после исключения всех судебных претензий. «Позиция России была изложена. Судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договорённостей», – сказал Песков, комментируя прошедшие 28 октября в Брюсселе трёхсторонние консультации России, Украины и Евросоюза по поводу газа. Днём ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания приступила к подготовке нового иска к «Газпрому». В «Нафтогазе» заверили, что продолжают принимать меры для обеспечения выплаты российской газовой компании долга в размере 2,5 млрд долларов, которые она должна уплатить по решениям стокгольмского арбитража, вынесенным в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Украинская сторона начала процесс принудительного взыскания указанной суммы через арест активов российского холдинга в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии летом 2018 года. «Газпром» обжаловал эти действия. Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце текущего года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. Однако стороны до сих пор не подписали соглашение. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались. 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через Украину ещё на год. По его словам, если Киеву удастся внедрить энергетическое законодательство Европы до конца года, Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами Евросоюза. В ином случае Россия готова продлить на год уже имеющееся соглашение о прокачке газа в Европу через Украину. Продолжение следует...